Ну, думаю, ладно, попробую. Я не знаю. Это будет, наверное, выглядеть ужасно, а может смешно. И ещё другая нога вперёд. Вперёд. Представляете ногу сейчас, чтобы не терять равновесие, чтобы без трудностей. Ну-ка, Настя, покажи свои достижения. Это когда я только пришла. Палочки, крючочки. Всё, палочки, крючочки, палочки. Ну вот, девочки, мы вышли. Вы видите, я решила выгулять свою другую шапочку трикотажную. Постепенно переходите к какой-то вот диете. То есть у меня сейчас будет такая как бы моральная подготовка к диете. Всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Время уже 7 часов, начало 8. Сегодня суббота. Сегодня внучка ко мне придёт. На улице пока что только рассветает. И дождик у нас вчера целый день поливал. Я вчера не снимала. И сегодня тоже дождливая погода. С утра пораньше, по крайней мере, дождик шёл. А я уже, видите, надела такой вот костюмчик спортивный. Что я удумала, девочки? Я решила начать зарядку делать. Я, честно говоря, уже несколько дней всё собираюсь. Что вот сегодня, вот сегодня. И у меня всё время какие-то более важные дела находятся. Думаю, ну так вот никогда и не начнёшь. То дела, то потом нету сил. А сегодня утром проснулась. У меня с утра вроде как бы дел особо никаких. Настюша попозже придёт. У меня есть ещё время. Ещё есть, ну, около двух часов, может быть, меньше. Не знаю, к девяти часам придёт. В общем, короче говоря, сейчас мне ничего не мешает начать эту делать зарядку. Я уже нашла программку, по которой я буду заниматься. Ну, по крайней мере, я так думаю, что буду по этой программе заниматься. Я ещё, честно говоря, не смотрела, что там за упражнение. Вроде смотрю, такая лёгкая, как зарядка лёгкая. Ну, думаю, ладно, попробую. Я не знаю. Это будет, наверное, выглядеть ужасно, а может смешно. В общем, короче говоря, девочки, я даже не знала, буду я снимать или не буду. У меня такая дилемма была. Думала, наверное, может быть, не стоит снимать. А потом думаю, ладно, я сниму. Но если мне не понравится, я не буду выкладывать эту зарядку. Так что, девочки, я пошла сейчас делать зарядку. Ну, и потом посмотрим, выложу я её сюда, вставлю или нет. В общем, не буду время терять. Там вроде бы ненадолго, там минут 20-30. Короче говоря, пошла я пробовать первый пробный шар. Ну, решила я себя немножечко в форму привести. Видите, всё-таки весна, она как бы шепчет, да. И хочется немножечко сбросить лишние килограммы, потому что всё равно они отягощают движение. Хочется двигаться побольше, особенно вот когда хорошая погода. Но, в общем, не в этом суть. Я решила, что я попробую начать. Надеюсь, что у меня всё получится. Я уже боюсь что-то обещать. Кстати говоря, взвесилась на весах 84,7. И хочу сказать, что за зиму я, в общем, ничего не набрала. У меня, в принципе, такой вес и был. И несмотря на то, что пирожные, булочки всякие ела, в общем, вес мне удалось сохранить, потому что я где-то ела, где-то не ела, где-то там поменьше. Вот, последние дни я стараюсь на ночь не есть. Стараюсь поужинать где-то часов так в пять, ну, до шести. И потом уже после ужина, когда проголодаюсь, там такой вот маленький творожок домесимо съедаю и всё. Вот, ну, пока удаётся, в общем, мне вот это всё. Посмотрим, что будет дальше, девочки. Посмотрим, да. Ну, всё, погнали, погнали быстрее заниматься. Хочу, то время-то идёт. Начинаем. Ноги вместе. Пятки у нас не разъезжаются, не разъединяются. Мы поднимаемся на носки, разминаем глинасток. А тем временем я расскажу, почему же так классно делать зарядку по утрам, а тем более делать зарядку каждый день. Мы ночью очень долго спим, очень долго лежим. Наше тело находится в неподвижном состоянии. Хорошо, мы продолжаем. В неподвижном состоянии. И когда мы просыпаемся, нам нужно помочь разбудить и всё своё тело. Это очень логично. Поэтому важно разминать суставы после долгой ночи, потянуть немного мышцы. И тем самым вы сами наполняетесь энергией и бодростью. Угу. Хорошо. Сейчас по очереди по одной ноге. Наполняетесь энергией и бодростью. И тем самым пробуждаете тело. Вам легче двигаться в течение всего дня. Вам легче, вам лучше спиться. Вам легче просыпаться. И всё в таком духе. Вы обязательно, обязательно заметите изменения в своём внутреннем состоянии за эту программу тренировок. За 30 дней зарядок вместе со мной. Ни в коем случае не пропускайте. Постарайтесь выполнять все тренировки каждый день. И потом обязательно пишите свои ощущения в комментариях, стало ли вам легче жить. Супер. Закончили. Хорошо. Ноги вместе. Чуть-чуть присели. И колени. Хорошо. Вращаем колени. В одну сторону. Супер. Ещё. И в другую. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Хорошо. Ноги чуть так же согнули. Попу отставили назад. Таз отвели. Хорошо. Руками пёрлись до дров. И растягиваем заднюю поверхность бедра. Подколенные сухожилия. Если вам так не тянет, то вы можете выпрямить свои ноги и ощутите всё гораздо больше. В этом положении постарайтесь сяготички приподнимать наверх. Если бы вы не делали зарядки по утрам, или если вы их не делали, то мы долго разваливаемся на диване, пытаемся проснуться, отбиваемся кофе и пытаемся как-то взбодриться. Но если вы делаете зарядки, вы автоматически после неё уже активны, бодры, веселы и гораздо проще начинать свой день собираться на работу или ходить по своим делам, не кайфовать. Супер, потянули. Хорошо. Ноги чуть ширистые, опустились вниз, вот так вот мы кроповысили ладошки на полу. И мы с вами потихонечку выпрямили ноги, можно не до конца, и сели обратно. Снова выпрямили и сели обратно. Хорошо. Выпрямили и сели. Если не получается прямять, то чуть-чуть оставляйте ноги с собой, это мне не страшно. Выпрямили и согнули. Хорошо. Выпрямили, согнули. Финальный раз. Вверх. Вниз. Супер, выросли. Наверх, разомнем тазобедренный сустав с вами. У нас с вами движение одной ногой вперед только, согнутой. Выводим ее максимально высоко, максимально широко, амплитудно. Вперед. Почувствуйте, может похрустывать что-то. А долго спячки будем, наши суставы. Хорошо. И то же самое ногой назад. Также максимально широко, амплитудно. Хорошо. И еще. И еще. Другая нога. Вперед. Вперед. Представляйте ногу сейчас, чтобы не терять ее на весе, чтобы без трудностей. Но если вам очень легко дается, вы можете попробовать делать это на весу, не представляя вращающуюся ногу. Хорошо. Назад. То же самое. Супер. И еще. И еще. И финальный. Хорошо. Закончили. Сейчас по очереди подтягиваем колено к груди. Максимально высоко стараемся подтянуть, прижать. Насколько это возможно. Супер. Еще. Четыре раза. Раз. Два. Три. Четыре. То же самое в сторону. Держим равновесие, тянем ногу в сторону. Раз. Два. Старайтесь не заваливаться. Три. Четыре. Еще два раза. Пять. И шесть. Хорошо. Переднюю поверхность растягиваем. Одна рука наверх. Второй мы цепляем ногу сзади и тянем пятку к ягодице. Раз. Чередуем. Два. Три. Четыре. Дышим спокойно, как кому комфортно. Пять. И финальный. Шесть. Подписающе. Хорошо. Ставим ноги по шее. Разминаем верхнюю часть. Нашего туловища. Наклоны в сторону. При наклоне в сторону мы стараемся не прогибать поясницу. Грудную клетку не закрывать. Одна рука у нас над головой ладонью в пол. Раскрыли грудную клетку. И в другую сторону. Угу. Прям протягивайтесь хорошо. Нашей ладошкой в сторону. Прям подтягиваемся, как будто тянемся. Как будто кто-то нас тянет за руку. И еще. Супер. Четыре. Три. Можно упираться в опорную ногу. Супер. За много раз казалось за это утро уже. Супер. Но это ведь действительно так. Хорошо. Сейчас выполняем наклон. Также ноги стоят широко. Вперед. Наклон. Две пружинки. Вытянули руки. Раз. Два. И выросли. Угу. Старайтесь спину держать ровно и наклоняться параллельно полу. И вниз. Раз. Два. Если сзади тянет ноги, сгибайте колени. Вот таким образом. Раз. Два. Выросли. Хорошо. Раз. Два. У кого получается, то выполняем с прямыми ногами. Раз. Два. И еще один разок. Раз. Два. Закончили. Хорошо. Стоим ровно. Руки у груди. Уполняем повороты в сторону. Небольшая скрутка. Пробуждаем нашу спину. Можно смотреть перед собой, чтобы не закружилась голова. И еще. Хорошо. Четыре. Три. Два. Один. Закончили. Супер. Поднимаем руки наверх. Цепляемся. Замочек в любой. Как удобно. Вытягиваемся наверх. Хорошо. И сейчас мы с вами одной рукой тянем верхнюю руку. Немножечко сгибаемся в сторону. Не сильный наклон, как мы с вами делали в прошлый раз. В прошлом упражнении. А небольшой. Вытянулись. Прямо вытягивайте всю боковую поверхность. Хорошо. И еще. И в другую сторону снова. Вытянулись. Вытянулись. Хорошо. И в другую. Супер. Две руки наверх. И здесь полностью одной тянемся наверх. Второй тянемся наверх. Плечи могли подзабиться. Ну да. Руки долго наверху. И еще наверх. Наверх. Хорошо. Опустили. Супер. Ну что. Опускаемся вниз. Осталось совсем немного. Совсем чуть-чуть. Ноги скрещиваем в позу лотоса. У нас с вами левая рука хватается за правое бедро. Внимательно. Противоположное. Вторую руку ставим за спину. Вытягиваемся макушком наверх. Спина у нас ровная. И поворачиваемся в сторону своей спины. Скрутка за счет вытяжения. Мы здесь хорошо глубоко дышим. На вдох. Больше еще упрямляемся. И на выдох. Чуть больше скручиваемся. Вдох выпрямились. Выдох скрутились. Вдох выпрямились. И замерли. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И в другую сторону. Поменяем руку-ногу. И начинаем. Вдох выпрямились. Выдох подскрутились. Хорошо. Помогайте упором руки. Толкайтесь от своей ноги. Вдох вытянулись. И замерли. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. И управляем наклон вниз. Мы стараемся увлечься на свои ноги. Вытянули руки вперед. И расслабились. Дышим глубоко. Размеренно обязательно. Чем чаще вы дышите, тем больше стресса у организма. Частота дыхания у нас расшатывает много нервную систему. Поэтому чем спокойнее здесь дыхание, тем спокойнее вы сами. Хорошо. Поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. Спасибо за то, что вы выполнили эту зарядку. Я надеюсь, что вы немножечко взбодрились. Ваше настроение улучшилось. И вы готовы рвать и нтать весь этот день. Я жду вас завтра. На завтрашней зарядке. Обязательно. Описывайтесь мне в комментариях, кто присутствовал. И кто выполняет зарядки каждый день. Я жду вас, дорогие мои. Жду, обнимаю, целую. Хорошего вам дня. Всем пока. Ну вот я и позанималась, девочки. Оказывается, не так страшен черт, как его молюют. Но на самом деле я выбрала легенькую. Такую, это можно сказать, утренняя гимнастика. И то она коротенькая. Там от 8 до 10 минут. Но сегодня 10 минут было занятие. Оно прошло очень быстро. Безболезненно. И в общем-то, я даже сама понятия не имею, на что я способна. Какие у меня есть возможности. Вообще, амплитуда движений у меня уже как бы съехала. И я думаю, что нормально. В общем-то, в моем возрасте, с моими старыми уже косточками, я думаю, нормально. Можно начинать свою деятельность хотя бы с малого. Хотя бы короткая программа. Не очень тяжелые такие упражнения. В общем-то, как-то они мне дались несложно. И по дыханию там тоже нет никакого бега, никаких прыжков, рывков, резких движений. Как раз для меня это то, что нужна нормальная такая программа. Ну, дальше будут там какие-то другие упражнения. И я, в общем, хочу делать, хочу делать. Вот правильно сделала, что я взяла так вот за шкирку себе и заставила все-таки начать. Самое главное начать, а потом уже как-то пойдет. Ну, я думаю, 10 минут в день можно найти для себя для того, чтобы поупражняться утречком и почувствовать какую-то утреннюю бодрость. Я думаю, каждый сам для себя может найти индивидуальную программу какую-нибудь в интернете. Сейчас этих программ полно. И можно просто, ну, как бы найти программу, подходящую индивидуально каждому. Даже несмотря на то, что вы давно не занимались или у вас какой-то там возраст. Вот. И, ну, я персонально сразу скажу, я занимаюсь по программе там, где дочка занимается. Она как раз показывает в каждом своем блоге, где она делает упражнения и по какой она делает программе. Вот. И там много программ. В общем-то, можно выбрать себе полегче, посложнее, какой угодно. Ну, я выбрала себе самую легкую зарядочку, такую по утрам. Вот. Я довольна собой. Это самое главное. Так. Ну, сейчас я раскачиваюсь, покушаю свою овсяночку. Или попозже покушаю. Не знаю, пока не хочу. Ну, сейчас кофейка попью и подумаю. А еще что хочу сказать. Вот дочка моя правильно делает, что снимает на видео свою зарядку, свою физкультуру. Потому что меня лично вот она смотивировала. Хоть я один раз просто посмотрела, взяла на заметку, думаю, надо начать заниматься. И потом второй раз посмотрела опять. И, в общем, в конце концов, меня лично она смотивировала. И, в общем, правильно делает. Кстати говоря, кто не знает канал моей дочки, я оставлю ссылочку на ее канал внизу, в описании. Заходите, смотрите, занимайтесь, может быть, по ее методике. В общем, в конце концов, я подумала, что я буду кушать сегодня, по крайней мере. Потому что сегодня мне спонтанно вот так вот раз вдруг щелкнуло и думаю, надо начать. Ну, а раз я уже сделала зарядку, теперь я уже думаю, надо подумать о питании как-то, чтобы вот это вот мои усилия зря не прошли. Хоть зарядка легкая, тем не менее мышцы уже пришли в том. И вот я думаю, что сегодня на завтрак я позавтракаю овсянкой, овсянка на воде, пакетик такой. Это очень удобно, быстренько, чтобы пока с утра там подумаешь, что готовить, что это. У меня пробуждается организм, такую вот небольшую такую порцию овсяночки я кушаю. Вот на обед у меня есть солянка, я делала солянку. И солянка у меня еще есть. И, в общем, я думаю, что самое главное, в общем-то, в принципе, я найду, что поесть. Надо мне, главное, избавиться от сладюшек, от сдобного, мучного. В общем, покупать я не буду никаких больше пирожков, булочек и пирожных. Кушать я не буду. Но у меня есть такая слабость, я люблю бутерброды. И вот если можно как раздельное питание, вот хотелось бы, конечно, желательно перейти на раздельное питание. Но даже если не раздельное, по крайней мере, я думаю, что надо будет мне просто кушать меньше, порцию уменьшать, добавку себе не накладывать, не докладывать. И вот как-то мне надо будет, не знаю, бороться, договориться с собой вот насчет вот этих бутербродов. Что-то надо придумать, какую-то замену. Ну, буду думать, в общем, буду вас держать в курсе о своем питании. Что у меня будет дальше, я сама еще не знаю. Но вместе с вами, в общем, я думаю, все, все мы с вами сделаем как надо. Так, ну сейчас я заварю кашку свою. И уже по ходу, по ходу къесты дальше буду думать, что дальше я буду сегодня кушать. А тем временем посмотрим, что у нас делается сегодня за окном. Плюс 4 градуса пока что, но днем до плюс 7. И показывает, что ясная погода будет. Ну, в общем, так пока что какие-то облачка еще есть. Но вроде бы через час они должны рассосаться, и должна быть ясная погода. И я очень надеюсь на хорошую сегодня погоду. Но ветер слабый, ветра почти нет. Но это меня радует. Вот такая у меня овсяночка из фикс прайса. Там самая дешевая овсянка. И несмотря на это, все-таки там хороший состав. Я уже эту овсянку кушаю давно, она мне нравится. По крайней мере, пока такая. А кто у меня в гостях? Настюшка пришла. Вот, она хочет вам что-то показать. Вот, смотрите. Мы сейчас вот здесь тратили, я буду доделывать уроки. Ходит Настя на занятия и учится там. Уже подготовка к школе идет. Ну-ка, Настя, покажи свои достижения. Это когда я только пришла. Палочки, крючочки. Палочки, крючочки, палочки. Крючочки, крючочки. Вот это все, вот это мы не доделали уроки 4. Мне сказала учитель, чтобы я делала уровень 8. Уровень 8. Вот О. Вот эти у меня О не получаются. Сами делены. Ну, молодец, все равно стараешься. Мама, мне точечки делают. Мой, Настюша, у тебя все со временем получится. А если вы пишетесь на наш канал, тогда у меня будет не двойка, а пятерка. Мне такая еще ручечка прикольная. Все люди когда-нибудь начинали учиться, писать. И у всех вначале получались кривенькие палочки, крючочки. Потом все ровнее и ровнее. Руку набьешь, и все будет у тебя хорошо. Набьешь руку, и будет все хорошо. Ну, все, давай, занимайся. Девочки, я на улице распогодилась. Ой, как классно. Небо чистое опять, голубое. Солнышко светит. Птички поют. Ой, как здорово. Там, правда, мокро еще. Утром же дождь шел. И мокро. Но все равно подсохнет все это. Ну, а нам с Настей же скоро выходить. Что она тут успела сделать, сейчас покажу вам. Ну-ка. Вот я сделала домашние задания, уроки сделала. Ой, какая умничка. Молодец. Старалась, выводила. Ну, молодец. А вот сейчас буду делать сцену. С вами я почти сделала. Делаю вот так, крючочек. Заворотки вот сюда. Ну, молодец. Сейчас я доделаю эту линию, и мы пойдем на тренировку. Ну, у нас уже не так много времени осталось. Осталось у нас уже минут 10. А через 10 дней уже будет весна, мне кажется. Ну, весна по календарю, но по факту погода диктует свои условия. Ладно, давай, скоро уже выходим. Ну, вот, девочки, мы вышли. Вы видите, я решила выгулять свою другую шапочку трикотажную. Кстати, она очень комфортно на голове сидит. И прям в ней хорошо. Ну, в общем, нормально. Хотя ветра нет, можно было бы и без шапки. Но я пока что предостерегаюсь. Вот. Настюля, ты куда умчала вперед? Что-нибудь скажешь? Иди сюда. Иди моя звезда. Привет. Привет, ты уже здоровалась? Мы на тренировочку идем, да? Да. Все. Тренировка опять 3 часа. 3 часа, 3,5. Ну, как всегда. Ой, а погодка, девчата, классная. Тихо, да? Вообще тихо и нету совсем ветра. Мамушка стоит. Божью коровку нашла. Но у нас уже начинают вылазить насекомые. Вот. Так что вот такая вот прекрасная-прекрасная у нас погодка. Сейчас кайф такой погулять. Но мы сейчас потихонечку пойдем, не торопясь, подышу воздухом. Свежий, такой приятный свежий воздух. Ну, потому что не жарко, а так свежо, хорошо. Все, девочки, мы приближаемся к дороге. Сейчас неторопливым шагом идем. И все. Настю я отведу на тренировку. Сама заскочу в магазин, посмотрю там кое-что. Надо по мелочи купить. Ну и продолжим. Девочки, решила магнит косметик подняться. Думаю, в большом зеркале хоть посмотрю. На свой вид. Кстати, кто-то писал, что шапка не продувается. Продувается. Здесь просто два слоя трикотажа. Обычный трикотаж. Я сегодня вот так вот где-то старые кроссовки одела для того, чтобы новые кроссовки своей грязь не спачкать. Так, поднимаюсь наверх. Магнит косметик. Мне надо зайти. Там кое-что-то нужно взять. Добрый день. Здравствуйте. Так, ну что, пойдем посмотрим, что мне надо. Что-то я записала себе. О, какие полупрозрачные. Прикольные косметички. О, я смотрю, в магнит косметик появились трусики, маечки и мужские, и женские, и детские. Детские маленькие такие вот маечки. Прикольно, прикольно. Даже большие размеры я вижу есть. Так, мне надо туалетную бумагу взять. Я еще взяла перчаточки вот такие вот для уборки, а то у меня порвались. И мне нужен дезодорант. Где-то тут я видела. Где я видела, не помню. Дези, сейчас найду. Я смотрю, тут есть подарочные наборы. И для мужчин, и для женщин. И подороже есть, и подешевле разные. О, я смотрю, тут наборчиков. Прямо много. И разные есть, есть недорогие. Кстати, это здорово. Это здорово прям вообще. Так. Когда-то я брала Рексона Котон. Мне очень нравился запах. Брала его долго, потом он исчез. Потом брала Рексона Алоэ Вера. Сейчас и он исчез. В общем, короче говоря, беру. Не знаю. Ну, свежесть душа на этот раз возьму. Я даже не знаю, какой запах мне понравится больше. Все, девочки. Я прогулялась по воздуху. Зашла в магазин. Набрала вот таких вот разных вкусняшек. Творожный апельсин, маракуйя. Вообще маракуйя мне нравится. Вот это тоже вот творожный. Здесь маракуйя и манго. Вот этот взяла попробовать. Крем-брюле. Вот этот тоже вот какой-то здесь непонятный фрукт еще. С клубничкой, клубничкой, с вишенкой. В общем, это вот такое то, что вечером уже, когда перекусить, после ужина, если хочется, вот такую одну беру, съедаю и нормально. И нормально. Вот это взяла. Люблю такую штучку тоже перекусить. Масло только такое люблю. В общем, взяла груши, яблоки и вот такой вот напиток тоже, я думаю, полезный. В общем, тоже вкус вкусный. Ну, вот так. Девочки, смотрю сериал «Колдуньи». Это наш русский сериал. Ну, довольно-таки интересный. Я вчера его начала смотреть, сегодня уже заканчиваю. Все, девочки. Солнышко сблизится к закату уже вечер. Уже время полшестого. Пора мне ужинать. Погода сегодня классная. На обед я ела супчик, а на ужин у меня гречка, сосиски и огурчик. А завтра обязательно порежу салат. Ну, вот и подошел наш сегодняшний день к концу. Я хочу подвести итоги, в общем-то, сегодняшнего дня. Что касается утренней гимнастики, зарядки, я вам хочу сказать, она, конечно, суперлегкая даже для меня. Но я решила, что я не буду форсировать события. Я буду продолжать эту зарядку делать. Тем более, она такая быстренькая, короткая. Но она приводит в тонус, в принципе, организм. И посмотрим последующие уроки, которые покажут, может быть, там что-то будет уже потихонечку усложняться. Но в любом случае, даже если мне будет слишком легко, я думаю, что несколько каких-то движений я могу еще и добавить от себя. Мышцы не болят, совершенно ничего не болит. После гимнастики совершенно прекрасно себя чувствую. Ну а что касается питания, конечно, для меня спонтанно пришло такое решение, вот раз сегодня и начать. То есть я вчера вечером даже не предполагала, что сегодня утром я решила вот такое принять решение. Ну и, соответственно, у меня, конечно, есть еще в холодильнике продукты, которые нужно доедать, которые диетическими особо не назовешь. И я думаю, что я буду постепенно, потихонечку тоже переходить, постепенно переходить к какой-то вот диете. То есть у меня сейчас будет такая как бы моральная подготовка к диете. Ну и, как я уже сказала, я уже не покупаю ни сладостей никаких, ни булочек, ничего. Но от хлеба отказаться пока не могу. Сосиски у меня еще пока что есть. Но я думаю, что постепенно нужно будет сосиски заменить натуральным мясом и готовить его тоже на щадящем режиме. Ну, либо на пару, может быть, там вареное, можно тушеное. В общем, в принципе, мясо я уже не жарю давно. Это вот в кране, это что я делаю, только его тушеным. Но, понятное дело, что от этих вот колбасок и от этих сосисек лучше отходить, потому что неизвестно, что туда внутрь поналожили. Брать натуральное мясо и готовить его самим. Также есть с гарнитчиком есть. И буду побольше уже налегать на салатики. Салатики со свежей капустой делать, добавлять туда можно и свежий огурчик, например, морковочку. Ну, больше вот на свежие продукты, на свежие овощи переходить. То есть больше вот этих овощей есть и как бы меньше вредного есть. Вот. Ну, в общем, буду я к этому подходить постепенно. Я думаю, что я не буду торопить события, не буду делать резких никаких движений, потому что я уже по себе заметила, что я могу в любой момент сорваться и как бы лучше этого избежать. Организм к этому подводить буду постепенно. Но в любом случае я буду вас держать в курсе, в общем, что я ем, что я готовлю и какие у меня результаты будут по гимнастике. Я гимнастику не буду каждый раз показывать, но буду вам рассказывать, что я сделала или не сделала и, в общем, как себя чувствую и все остальное прочее. Вот. Ну, и, в общем-то, на этом я хочу это видео завершить. Завтра воскресенье, выходной день. И мне в последнее время уже заметила, что в воскресенье мне хочется отдыхать, ничего не делать, не снимать. Ну, монтировать, если видео есть, что смонтировать, я это утречком сделала и потом уже, в общем-то, ничего не делаю. Да, посмотрела, досмотрела я сериал «Колдуньи». Ну, в общем, такой отдыхающий сериальчик, можно посмотреть. Он там, сериал рассчитан на 9 часов общего просмотра. Вот. Ну, также утром-завтра собираюсь я, конечно, утром встать и первым делом сделать вот эту вот зарядку, которую мне предназначено, положено делать. Ну, и буду уже какие-то вот смотреть, что я могу где-то каким-то образом подкорректировать свое питание. Так что, девочки, оставайтесь со мной, ждите продолжения. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, кому видео понравилось, пишите комментарии. И все, на этом я заканчиваю видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok